Здравствуйте, дорогие телезрители и, конечно, мои подписчики на канале YouTube Голова Садова. Сегодня мы закончим тему корни собственной яблони. Вот, значит, это мы сделали заломы, закрытые переломы для однолетней или двулетней ветки, одной или нескольких для того, чтобы получить посадочный материал, и чтобы из этого выросло корни, собственное дерево, будь то яблоня, груша, слива, либо вишня или еще что-то другое. Да, печальное зрелище, конечно, но другого варианта есть, но этот, пожалуй, самый такой оптимальный. Значит, приехав на дачу, как я уже сказала, что мы это делаем уже в феврале, это крайние сроки, приехав на дачу, где-то к середине апреля, мы понимаем, что сокодвижение началось, и здесь все работают, чтобы вылечить, заполнить вот эти все переломы полезнейшими веществами, среди которых есть и ауксины. Ауксины – это такие замечательные товарищи маленькие, которые помогают растению образовывать корневую систему, но они еще и как санитары работают. Так вот, этих санитаров здесь будет большая куча. Что мы должны сделать в апреле, приехав на дачу и глядя на то, что у нас вот все как-то вот так вот. Ну и, естественно, наглядевшись на вот эту всю некрасивость, на эти переломы, мы должны с вами быстренько достать ножницы, хорошие, конечно, острые. Мы для начала, извините, не нужница, а секатор, и нужно отстричь от мамы эту ветку, вот так. Ну, это палка у нас шина была для фиксации нашего перелома, да, закрытого. Мы разрезаем, естественно, то, что нам уже не нужно, изоленту, которая крепит эту шину, убираем все. Я хочу пошагово вам рассказать и показать, чтобы вы не путались, чтобы вы могли неоднократно посмотреть видео и сделать все правильно. Аккуратнее, не пораньте древесину ветки, это только шина. Эту можно ранить, а вот веточку нет. Все, а теперь аккуратно, поскольку у нас тут еще и завязка сделана, да, аккуратно расстрегите, нам очень важно. Вот это, ну, можете унести в домик, естественно, и довести до дома, аккуратно положив машину, но только очень аккуратно. Я хочу показать, что, видите, хорошо разматывается, потому что клейкой стороной наружу. Значит, снимаем все это. Очень хотелось бы, чтобы вы понимали, как это все происходит. Снимайте, не бойтесь, вы, главное, ничего не пораньте, ничего не оторвите лишнее. Значит, разматываем. Да, процесс не быстрый, ну, и у вас не одна ветка, потому что все-таки при таком черенковании 70% успеха обеспечено. Не 100%, нет, 70%, но это очень большой процент. Вот, смотрите, заломы мы явно, да, у нас остались, и здесь, конечно, вот в этом месте веточка, ну, наверное, ей очень больно, я так понимаю. Растригу сначала прямо, внимание, пока прямо. Так, убираем отсюда изоленту, чтобы вам все было видно и понятно. Так, у нас получилось, ну, три вот таких череночка. Вверх, снизом не перепутайте. А теперь, внимание, очень внимательно отнестись к тому, что я буду делать. Вот это нижняя часть черенка, это верхняя. Верхняя всегда поперек, видите, разрез, срез прямой, вот такой, верхняя часть черенка, это нижняя. На нижнем конце черенка срез всегда делается профессионалами, знаете, он косой, но его вот эта верхняя часть косого вот этого среза должна смотреть на почку. Представляете себе тонкости, да? Вот обрезая его таким образом, да, здесь вот достаточное количество почек. Обрезая таким образом, надо попасть так вот верхней частью среза, чтобы у нас он смотрел на почку. Да, не просто это все так-то. Ну, в общем, хороший секатор, это обязательно, вот не такой, как у меня, это точно. Ребят, это вообще работа ювелирная, и просто так вот накосячить тоже нельзя. Ну, только потому, что надо показать. Ну, у меня есть маленький хороший секатор, но он не здесь. Значит, и вот эти два черенка доработаем так же. Это нижняя часть, это верхняя. Пока буду делать ножницами. Опять косой срез на почку смотрящий. На почку. Вот, почка у меня вот здесь вот. Нет, не получается ножницами. Нет, это должен быть или прививочный нож, или все-таки хороший секатор. Есть еще одна тонкая ветка. Здесь срез прямо, а здесь косой, но смотрящий на почку. Вот так. Вот три черенка. Что с ними делать дальше? Учитывая, что они практически два месяца находились на дереве и получали от этого дерева мамы все для того, чтобы их заломы, переломы закрытые, залечить эти раны, сюда собрано огромное количество всевозможных питательных веществ и лекарственных средств, как я понимаю. Так зачем они нам были нужны? Бутылку коричневую найдите. Пожалуйста. Не надо вымачивать в гетерооксине уже. Бутылку нужно обрезать, сделав из нее, ну, сами понимаете, да, стакан. Вот спасибо родному бутылкопрому, что воткнуть в нее ножницы – это целая проблема. Ну, это вообще невероятное что-то. Вот так мы ее обрежем. Нам нельзя маленькую чашечку. Нам надо вот такой стакан. Так, этикетка нам тоже не нужна. Это нам не нужно. И, ну, это мы вряд ли снимем. Это невозможно, потому что все очень добросовестно приклеено. Нам нужна вот такая вот отрезанная бутылка. Ну, пожалуйста, выровняйте ее, конечно, потому что что-то я уж совсем криво обрезала. Ну, примерно вот так. Что нужно сделать дальше? Вот эту коробочку вам, наверное, знакома. Уголь активированный. Нам надо несколько таблеток этого угля вот в эту емкость. Ну, давайте примерно 10, да? 10 таблеток – это абсолютно здоровая будет стерильная среда. Мы нальем туда воду. Воды налить нужно не более 10 сантиметров. Не более. Запоминаете? Мы налили воды. 10 сантиметров по высоте занимает вода. Остальное как бы пустое место. И вот в руке у меня несколько черенков. Для такого количества воды и высоты этой бутылки, да, обрезанной, коричневой, нужно где-то десяток черенков. 70% приживания будет обязательно. Что с ними произойдет? Я их сейчас опущу сюда и уберу на подоконник. Это все, что вам надо сделать. И через 3 недели внизу, не перепутайте верх и низ, внизу, вот здесь, начнет появляться около косого среза наплыв белый. Его называют каллус или кальлюс. И потом оттуда начнут появляться корешки. Вот он, благодатный момент. И мы будем радоваться все вместе, потому что наши черенки с корнями мы высадим сразу на дачи, в грунт, но обязательно предпочтим место, где будет немножко тени. Можно высадить в контейнеры, чтобы легко потом перенести на постоянное место вот этой великолепной корни собственной яблони. Зачем нужна эта корни собственной яблоня? Да вы поймите, что когда пропадает яблоня привитая, да, ну все пропало вот до прививки, и что? И отсюда пошла дичка. Если сильный мороз пропадет это, сильный мороз пропадет и корни собственные. Но корни собственные от корня, у нее нет дикости, она ни на что не привита. У нее пойдут собственные культурные побеги, которые будут плодоносить опять вот такими яблоками, или грушами, или сливами. Вот вся прелесть-то в этом заключается. Есть несколько способов, но мы их оставим до дачи, потому что там надо показать, как это все в землю закапывается. И нам нужен саженец небольшой, для того, чтобы вы понимали, что можно сделать еще, кроме вот такого метода. И я вас очень прошу, попробуйте хоть один раз в жизни сделать это, и вы поймете, насколько это здорово, и насколько хороши будут деревья. Самое главное – корневую систему укрывать. Мы же у гортензии укрываем, мы уже об этом говорили. Ну и здесь будем укрывать. Вот великая задача. А в теплых краях-то вообще проблем нет. Ну на этом пока все, и до свидания.